привет вас аналитики Atlantic Consult назвали главный фактор который приведет к победе Украины над фашистской Россией ну если кто-то не знает Atlantic Consulting такое здание которое любит делать красивые статьи обзоры заявления ну некоторые считают что финансирует СРУ некоторые считают что финансирует СОРОС официально считаются независимыми да вот кроме Попеля неприлично они любят такие дерзкие заявления любят любят причем в одну в другую сторону ругают опалят и вот тут есть такой эксперт аналитик сейчас зачитаю его Питер Диккенсон да нет статья большая вообще ну что вы правильно поняли они любят такие яркие большие и ну как немножко объяснить так как это издание не случайное то по большому счету очень часто вот такие статьи перепечатают по всему миру где там определенно где-то устно договоренность где-то не устно где-то пиар ну так что да вот то что написал тут сразу разбежалась получила массу комментариев высказываний что он сказал какой же главный фактор какая главная сила которая поможет Украине побить фашистскую Россию а значит смотрите главный фактор который он назвал это стойкость ну не совсем стойкость а хитрость и сообразительность украинского народа он назвал слово стойко и нет объяснил я говорю статья очень большая можете почитать на английском языке там об душе он как бы восхитился не прям понимаешь ну он действительно там вспомнил и Путина и не ну и США вспомнил и нато всех всех вспомнил всех вспомнил то что они считали что Украина не сможет противостоять второй армии мира имеется российской что да действительно европейская американская разведка ошиблась что они неправильно посчитали то есть они посчитали что российская армия такая сильная что раз и захватит это он вспомнил и естественно как сами европейские политики ну помните что в начале войны ряд европейских политиков такую как бы капитулянскую позицию ну Орбана можно не вращать внимание этот идиот постоянно ляпает а то и шелк с Макроном знаете так петляли петляли не увидели что они ошиблись но он привел пример вообще-то действительно как-то выпало с поля зрения ну вы знаете что Зеленский никуда не убежал хотя очень многие рассказывали что все сейчас улетает и просто было куча разговоров не знаю помните ли вы нет когда фашистская Германия напала на республику Польшу в 1939 году тогда президент Польши удрапал и потом они создали даже в Великобритании правительство в изгнании если не изменяет память фамилия Сикорский ну вы уж ошибитесь честно но я знаю что он не вернулся но там они они долго были в изгнании рассказывали так дальше а здесь говорит а Зеленский это не сделал ну то есть не убежал да согласен вообще по большому счету действительно вот этот фактор такой стойкости как он сказал я бы сказал хитрость умение жить в условиях войны смотри какая ситуация помните когда война началась было очень идиот много идиотов кретиновых дебилов которые заявляли что надо немедленно вводить продуктовые карточки национализовать предприятие было я говорю дебил дебил да а ты дебил и сейчас рассказывает что как Украина будет это самое воевать знаете они такие а раньше дебил с нами настоящий благодаря тому что у нас очень большая тема экономика благодаря тому что у нас и рынок у нас на сегодняшний момент несмотря на ракетные удары шахиды все все работает но нет товарного голода нет да вы можете поругать цены но что хотите время войны цены опять же вам много раз говорю смотрите в Израиле когда была война инфляция была тысячу процентов тысяч даже больше тысячи этого практически в течение восьми лет в Украине сейчас инфляция 12 процентов двенадцать понимаете даже не двадцать да прошлом это было больше сейчас двенадцать понимаете не тысячи да действительно война создает проблемы не работает авиация ну про зерновой коридор про все это понятно все равно находят варианты обходные переходные и заходные то есть действительно надо сказать должность что во первых ну как украинцы они понимают понимают что действительно создают проблемы но тоже сам момент запускает даже новый бизнес да действительно у нас когда сейчас посмотрим что регистрация новых компаний просто зашкален вообще тоже тренироваться шарахает потому что как правило время войны компания закрывается у нас количество увеличивается сейчас нас количество частных предприятий больше чем довольно больше и меньше больше все шарахает как да так да действительно смотря на войну несмотря на всех эти преграды действительно нельзя сказать что все развалилось ну понимаете опять же он излагает что вот все там аналитики предрекали так война начинается тут стране хаос нищета карточки что такое ужасно а он пишет что ну работают рестораны работают магазины все правда работа да украинец работать работать и будет работать еще раз показываю что украинцы насчет это хитрые да война да они понимают но ищут нет они меньше опираются ну понимаете вот эти все как бы зарубежные эксперты они все время привыкли осматриваться вот-вот-вот там добрый царь какой-то минист должен сделать нет нет в украине это никто на это не делать ставку каждый делает сам и это действительно отличает украину и поэтому причинить да действительно украина в этой войне выиграет она уже выиграла на сегодняшний момент сколько угодно российский бот ему вот рассказывать бредятину про то что российская армия что-то там может на сегодняшний момент даже кремле в это не верит что же да действительно в кремле верят только поражение божь не ну другое дело что они пытаются сейчас глубинному народу скормить победу который нет так что такая ситуация да украинский народ на порядок круче от этого быдла который лежит в жопу путину и живет российской федерации потому что это не люди это быдло самое настоящее ничтожество потому что тоже каким надо быть ну ничтожным человеком чтобы лизать в жопу этому безумному щенководке путина и говорить мы тебя любят потому что идиоты но есть умные жители россии которые но может публично не матюка и путина помогает украинской армии взрывать самолеты возле пскова вот это правильные жители россии вот именно за такими жителями в россии будущее вообще по большому счету чем больше жители россии будут помогать взрывать на территории российской федерации заводы аэродромы все остальное быстрее мы зачистим россию от фашизма и в россии будет хорошо как украина это факт